Девушки отдыхают Ничуть, графиня. Страшно мне было только на первой дуэле. А дуэль с поручиком у меня 158-я. Так что единственное, чего я боялся, так это не поспеть к обеду. А еще поговаривают, что амурные победы поручика куда были серьезнее. Мунчё, признайтесь, князь, причиной дуэли послужила какая-нибудь дама. Увы. Увы, нет. Какова же причина? Ну, раскройтесь, князь. Бессовестно быть таким соинственным. Видите ли, сударыня, эта скотина мало того, что загадила весь дом, так он еще отказывается мыть посуду. Как вам это нравится? Не может быть. Какой моветон? Моветон не то слово. Баб водит, сволочь. Короче, достал. А и каков исход в той ли? Кончил я его. Нахрен, мадам. Никогда мне не было так хорошо. И вот это опять же повторилось. Что это значит? Это значит, мой свою посуду сам. У меня есть дела поинтереснее. Здорово, Барья! Да, зайка, еще, 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 зайка, да, 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 вот так, еще, зайка, еще, еще, зайка, опять притащил кого-то. Блин, такой сон загубил. Мне снилось, будто я с Бритнес-Пирс в лифте застрял. Прикинь, что было. Догадываюсь. Она сольник дала. Умеешь ты красиво говорить. А тебе что снилось? Мне ничего не снилось. Глаша, открой! Илюша, открой дверь! Глаша, открой дверь! Илюша, ты что, не слышишь? Открой дверь! Еду, еду! Вы Васютин? Илья Никитич? Он самый. Письмецо заказное вам. От кого бы это? Надо расписаться. Давайте. Спасибо. Пожалуйста. Глаша! Глянь. Я что-то без очков не разберу. Ни хрена. Дорогие Глафира Петровна, Илья Никитич. АУЗТ «Новый бизнес» с радостью извещает вас о том, что вы стали победителем во всесоюзной лотерее под девизом «Бизнесмены пенсионерам». Ваш выигрыш составляет 300 условных единиц. Подробности по телефону 234-5276. Ну что? Звони. Ах, доча, красавица моя! Папа! Наконец-то! Ну а ты моя хорошая! Я ж думала, нас дочь родная на порог не пустит. А что вы приехали-то, а? Ну в смысле? Чего не предупредили-то? Я вас встретила. А что нас встречать-то? Чего мы маленькие, что ли? А ну-ка давай, заноси. Слышь, Дашка, папке-то твоему отпуск дали. А я ему говорю, да никуда твоя школа не денется. А домашние бабнюра пекла. А лободрявства и только рады будут отдохнуть от твоего великого русского языка и такой же, понимаешь ли, литературы, правильно? А то сболбал их своими каждый день. Жиши, пиши с буквой И. А на даче вон, видишь, а твоей папке все равно пульта никакой. Вред один. Давай, 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 за стол входить быстро. А вот даже гвоздя толком убить не может. А ты чё это у меня так похудел, а? Жрёшь, небось, гадость всякую, а? Дарюшка, ты питайся. Чё хватаешь-то? В твоём возрасте организму как никогда требуется витамина. Слыхал, чё отец-то говорит? Наворачивай, ну-ка, а? Чайник-то твой хозяйский, нет? Хозяйский. А, ничего не испортим. Вы как, надолго приехали? Ты чё нас гонишь? Нет, нет, глянь, отец, она уже гонит. Да не гоню я вас. А что? Просто у меня работа, дела. Я вообще дома редко бываю. Деловая колбаса. Работа у неё. Ничего, подождёт твоя работа. Работ много, а мамка с папкой одни. Возьмёшь отпуск утра жизни. Не дадут мне отпуск. Это как-то не дадут. Это кто что моей дочке отпуска не даст, а? Не боись, пообщайся с твоим начальством, сразу же дадут. Вот только общаться ни с кем не надо, ладно? Дарюшка, а где ты работаешь? Дай сюда. В агентстве НЛС. А чё это такое? С чем его идёт? М? Долго объяснять. Добрый день. По какому вопросу? Это я. Я это получила. Что? Ну, ну что мы выиграли в лотерею? А мы ни в каких лотереях не участвовали. Прямо по коридору и налево. Здравствуйте. Это я. Здравствуйте. Васютина Глафира Петровна. Это я вам звонила насчёт вот... Поздравляю. Мне по телефону всё объяснили, только я не поняла ничего. Ни в каких этих лотереях мы не участвовали. Откуда? Выигрыш определил компьютер. Поняла. И в компьютерах не участвовали. Все данные о пенсионерах есть в Собесе. Оттуда их и занесли в банк компьютера. Выигрыш выпал на ваше имя. Распишитесь. Где? Где? Спасибо. А что ты угощаешь-то? В отпуск хочешь? Колись. Да ну что вы ко мне привязали с этим отпуском? Ко мне мамка с папкой приехали. Навезли вот. Ох, родители у тебя, Дашка, золотые люди. А это точно не ты готовила? В смысле? В смысле, я уже как-то твои пельмени ручной работы ел. Я тоже. Пельмени горятся. А почему горятся? Потому что едят все, а в живых остаться должен только один. Ой, ладно, успокойся. Это все с маминого рынка. Твоя мама на рынке работает? Да. Она его директор. А-а-а. А-а-а. Илюша, Илюша, вставай. Господи. Да, да, да что с тобой? Ой, я уже думала, ты... Ой, кто это, кто это с тобой сотворил? А черт его знает. Не помню. Ой. В дверь позвонили. Я подошел, открыл, и темнота. Брызнули чем-то в лицо. Ах ты, старый хрен, что ж ты дверь-то открыл? Надо было сначала в глазок посмотреть, прежде чем я тебе сколько раз говорила. Цыц, умная какая тоже мне. Как это не посмотрел? Естественно, посмотрел. Ага. Боже. Ну, и что ты там увидел? Тебя. День добрый, господа хорошие. Здравствуйте. Угу. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Не хотите чая с пирожками? Ничего страшного. Ага. А я что, похоже на голодную, что ли? Угу. Че тебе валятся-то все? Здравствуйте, вы Дашкина мама? А ты как догадался? Одно лицо. Нет, я, конечно, подумал, что сестра, но ваша Дашенька сегодня проболталась, что вы приехали. А-а-а. Какой интересный-то у вас офис. А что вы не в танке-то разместились? А-а-а. В танке факс не помещался и дуло клиентов отпугивало. А-а-а. Ну и чем вы тут? Ха. Занимаетесь, господа нестандартные ситуевщики? Э-э-э. Решаем. Ну, вот. Нестандартные ситуевенки. А-а-а. Да. Понятненько. Дочь-то мою, не обижаете? Нет. Что вы? Смотрите у меня. Дашка у меня ребенок нежный, склонный. Да, это нам как-то сразу бросилось в глаза. А-а-а, ежа всякий обидеть может. Если выживет потом. Что? В смысле, Дашку обидеть, все равно как ромашку сорвать. В смысле совесть замучает. Я тебе сорву ромашку, световод. Тебя потому не совесть, а судороги будут мучить. Понял? Я образно. А-а, ну образно, то да ладно, то да ладно. А-а-а. Я че пришла-то? Слышь, Орлы, отпуск бы моей Доне, а? Не-а-а. Не-а-а. Не-е-е. А че? У нас работы по горло, а без Дашки мы как без рук. Но очень надо, понимаете? Очень. Никак. Никак. А я смотрю, вы тут не голодаете. Но ведь мы можем подкинуть, а же ли что? За мной, видела, не станет. А то мы же еще что захотите. В смысле? А? Ну позарез надо. Ну недельку только. Ну честное слово, ну позарез. Если не секрет, зачем? Замуж ей пора. Засиделась она у меня в девках. А у нее еще самое, самое, можно сказать, только-только подавай. Я главное посылаю в город, чтобы она личную жизнь себе устраивала. А она, понимаешь, работать. А? Нет, замуж и все, точка. Думаете. А как же? Так ведь она совсем еще и ребенок. Да мне-то не рассказывай. Мы-то, бубники, все ранее. Самое время. Самое время. Конечно, тогда да. А кто жених-то? Да, за женихами она, слава богу, дела не станет. С ее-то данными, с этим делом у нас проблем не будет. Парочка гандитатур-то у меня есть. Но я пока еще, пока ищу. Я пока ищу. Малый, знаете. Андрюха, у меня на бак дела. Я сейчас прийду. Эй, куда? Куда? Сейчас, срочно, извините. Сейчас. Да как насчет недельки, а? Ради бога. Не-е-е-е. Нафиг-нафиг, не хочу замуж. А кто хочет? Никто не хочет, а приходится. Время придет в пора, милая моя, природа. Против нее не попрешь, правильно? Вон, спроси у отца. Как там у нашего Пушкина-то? Блажен, кто с молоду был. Молод? Блажен, кто вовремя созрел. О, созрел. И главное, вовремя. Природа, матушка моя. Против нее не попрешь. Еще как попру. Ты меня знаешь, как попру, у природы ни одной целой косточки не останется. Попрет она, Глядик, попрет. Да ты слушала б меня. Давно б уж замужем была. Жениха мы тебе с отцом найдем. Чего? Да, найдем. Ну, это я без вашей помощи разберусь, когда захочу. Приехали тут. Слыхал, нет? Ну, слыхал, нет? Кого ты найдешь-то, а? Ну, давай, неси быстро. Кого ты найдешь, милая моя? Ты же сидишь дома целый день с утра до ночи. Телек этот поганый смотришь. Ну? Ну, ты бы вышла бы куда-нибудь. Ну, познакомилась бы с кем. Все-таки не одна, правильно? Или, может, кто есть, а? Ну, есть кто нет. А, ну, говори. А? Да ну, что ты ко мне привязалась? Лезешь не в свое дело. А в тебе не лезешь в мою личную жизнь. Да ты как поганая с матерью-то разговариваешь? Я тебе сейчас ремнем дополосну по твоим нестандартным личным местам и заберу домой. Сейчас, разбежалась. Как миленькая я. И впереди паровоз у меня еще побежишь. Отец, ну, где ты там? Ну, ты что молчишь-то? Ты забыл, зачем мы сюда приехали, а? Дарюшка, мне дали приглашение на вечер Блока. Сходи, доченька. Да не пойду я, что я там забыла? Стихи послушаешь. Ну, что ты несешь-то? Что ты несешь-то? Ну, какие стихи? Ну, при чем тут стихи-то? Ты хотела сама? Нет, ты хотела, я тебя спрашиваю? Гляди, Блок. Приглашение. Это же дом ученых. Тут даже сами ученые ходят. Понимаешь, ученые не такие бедные, как папочка. Сходи, Дарюшка. Правильно? Знаешь, как там красиво. Я лет десять назад был. Ну, очень прошу. Сходи, Дарюшка. Ну, ради меня, доченька. Не пойду. А не хочешь, милая моя? Собирай свои манатки. И поехали домой. Нечего мне тут девка сзади, чтобы просиживать. Отдай, я. Ну, Блока-то я этого не знаю. Не знаю я этого Блока вообще. Совсем ничего не помните. Как отрезала. Как она могла. Вы всерьез полагаете, что ваша жена... Зачем ей это все? Откуда мне знать, зачем? Илья Никитич, а может быть такое, что вы перепутали? Что вам показалось? Ведь глазок искажает лицо. Просто похожая женщина. Что же я свою жену не узнаю? Я, собственно, к вам за консультацией. Два дня уже прошло, а я не знаю, что делать. В милицию как-то неудобно. Дела семейные. А с другой стороны... Ну, вы понимаете. А жена что? Молчит и плачет. Два дня не разговаривая. Я расспрашиваю, а она как воды в рот набрала. Обиделась. Гордая. Может, вы с ней поговорите? Можно? Я и сам не верю, чтоб Глажка. Но тогда я ничего не понимаю. Или я из ума выжжу. Или не знаю. Глупость какая-то. Глупость плачет. Глупость плачет. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Девушка, у вас очень скверно получается. Что? У меня очень важное сообщение для Брагина. Ну, я не знаю. Незнакомец говорит, что у него важное сообщение, а у меня не получается. Незнакомцу виднее. Иди тренируйся. Еще один такой прокол, и чаевых не получишь никогда. Брагин! Виктор, я прошу прощения, что отрываю вас от трапезы. Если бы не срочно сделай, я бы себе подобного не позволил. Ужин испорчен, а извинения приняты. С кем имею часть говорить? Я бы предпочел пока раздержаться. Ну, в таком случае, всего доброго. Нет, нет. Это просто временная мера предосторожности. Если вы возьметесь за одно дело, то, разумеется, я представлюсь, разумеется. Суть. Недавно в городе произошло семь необычных ограблений. Необычность заключается в том, что жертвы и грабители – родственники. Вы, разумеется, слышали об этом? Разумеется. Я хочу нанять вас для расследования этого дела. О гонораре не беспокойтесь. Он вас вполне устроит. Вы жертва? Нет. Хорошо. В таком случае я поставлю вопрос иначе. Вы представляете пострадавшую сторону? Нет. Я частное лицо. Я не имею отношения ни к кому из пострадавших. Просто в данном случае мне хочется справедливости. В таком случае я вынужден отклонить ваше предложение. Дела, которые представляет третья сторона, не имеющая личной заинтересованности в конечном исходе, меня мало интересуют. Мой ответ – нет. Это окончательный ответ? Да. Очень жаль. В таком случае, можете ли вы мне дать слово, что, отказав мне, вы не возьметесь за это дело ни при каких обстоятельствах? Разумеется, нет. Я так и думал. А это ошибка. Ну, всего хорошего. Да, и разумеется, вы прислушаетесь к инстинкту самосохранения и сотрете наш разговор из памяти. Не обещаю. Я имею в виду память вашего телефона. Не надо. Вам эта запись ничего не даст, а мне будет неприятно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы встречались с тобой на закате Ты веслом рассекала залив Я любил твое белое платье Утонченность мечты разлюбив Были странные безмолвные встречи Там вдали на песчаной косине Загорались вечерние свечи Кто-то думал о бледной красе Приближений, сближений, сгораний Не приемлет лазурная тишь Мы встречались в вечернем тумане Где у берега рябь и камыш Ни тоски, ни любви, ни обиды Все померкло Прошу прощения Позвольте узнать Ваше имя прекрасное, незнакомое Диссертация Как? Извините Александр Блок Без названия Ночь Просто, когда папа, я родилась Папа диссертацию защищал Живи еще хоть четверть века Все будет так Исхода нет Умрешь Начнется все сначала Не может быть Почему? Тогда многие диссертации защищали У меня та же беда Мой отец писал трактат по древней Греции Начнешь опять с начала И назвал меня Гераклом Иди ты Клянусь Покорячился, батя Это уж точно Аптека Улица Фанарь Русь Обоязана лесами Тем временем окружена С болотами и журавлями И смутным взором колдуна Где разнолихие народы Из края в край Из дола в дол Ведут ночные хороводы Под заревом горячих сел Да Диссертация А можно я буду звать тебя Дисси? Пожалуйста А я тебя Дисси, а почитай что-нибудь еще Слушай, че-то как-то Прохладно стало Слушай, Герик А у тебя есть тачка? Ня Понятно Предпочитай свободу А то что такое Каждое воскресенье возиться с машиной Это ж форменное рабство Ну, как ты думаешь? Ну, это смотря какая машина Ну, верно Есть такие, что возиться не надо Ну, ладно Я пойду Мне-то недалеко до дома Дисси, а можно я тебе позвоню? Да ты что? За кого ты меня принимаешь? Ну, прости Ладно Домой не надо А на работу Звони Пока Пока Куда едем, хозяин? Домой Да потому что он наверняка заметил Что эту Русь Блоковскую еле вспоминала Да и черт с ним с этим Блоком, милая моя Не в Блоке счастья А все ты Макаренко Дом ученых, дом ученых Красиво, красиво Дом убогих За женихами нужно ездить в круиз Их там как грязи И все неженатые, правильно? Ага А в круизе все неженатые Ну, ладно Не умничай Как у него с деньгами? Вроде никак Одет плохо Машина? Нету Как его зовут-то? Гера До свидания, Гера Ну? 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 Гну! Сейчас по шее дам кому-то за такие разговоры с отцом Нашел кого? Нашел на свою голову Все при ней? Нормально? Или опять какую-нибудь дистрофичку из этой публички мне выкопал? Нормальная Даже очень Только без толпы Что, послал, что ли? Да? Тебя Орла Я тебе говорил За невестами в этот дом полудурков ходить не надо Надо ходить ЦСКА Понимаешь? Динамо Торпедо Вот там девки О-о-о Кровь с молоком Адреналин С йогуртом Слушай, батя, успокойся, а Не послала Просто ей со мной скучно Ну, так я и говорю Послала Не послала Но пошлет обязательно Она же не знает, что Русь единственное стихотворение, которое я вчера успел выучить Если пошлет, то не из-за этого, этого Как там у этого? Блока О, блока этого Спока-шмока А из-за чего же? А из-за того, что выродился ты, как хрен моржовый В доме от этих лагерфельдеров с Версачи плюнуть некуда А ты ходишь, как убогий Народ пошел, понимаешь? Народник Ты серебряный призер Чемпионата России по баскетболу В составе Пермска-Урал-Грейта Мастер спорта международного класса Тебе в народ ходить не надо У тебя три ресторана Народ сам к тебе идет Бабы Бабы любят, когда Мужик надежный Понимаешь? Чтоб за ним Как за каменной стеной Тюрьма батя тоже за каменной стеной А в моих Версачах только проституток клеить Хватит, проходили На кошелек больше ловить не буду Слушай, а кто тебе сказал, что я хочу жениться? Пока ты захочешь, я уж помру, понимаешь? Поэтому за тебя хочу я А тебе-то зачем? Совсем дебил Внуков хочу, чтобы это А-а-а А-а-а Чтоб все, как у людей Можно было дело кому-то передать Чтобы рот наш продлился То есть я Не гожусь на продолжателя Ты пока нет Ты так, серединка наполовинку Мужик без семьи чепуха на постном масле, понимаешь? У мужика тыл должен быть Ты Мой тыл Не, я твой фронт И ты в этом скоро убедишься Ну, Витя, что посоветуешь взять? Так, девушка Я буду Вода он будет Без газа Ты что сюда в форме приперся? Здесь видение приличное Ты что, меня скомпрометировать хочешь? Хотел пробудить в тебе ностальгические чувства Пробудил Я же тебе сказал, что не хочу Хочу, не хочу Витя, это не шутки Семь ограблений Дело взяли на контроль в главке А какой-то умник еще и прессу известил Видишь, как тебе это нравится Никак, меня это не интересует Кстати, а кто тебе вчера звонил? Дедушка За кефиром просил сходить А что, профессиональный начальник? Витя Этот дедушка Кефир не пьет Один вопрос Так, для справки Прослушивание моего телефона санкционировано? Или это самодеятельность? Мы слушали не твой телефон А дедушкин Всплыл абонент Брагин И вот я здесь Кстати, один из пострадавших Сунулся в агентство НЛС Знаешь такое? Первый раз слышу Легки на помине Ну-ну, Витя Ну-ну, как знаешь Ты позванивай Наш контактный телефон Ноль два До свидания Ваш пенсионер постеснялся в милицию пойти на супружницу настучать Остальные нет Какие остальные? А вот эти? Очень интересно Да нету слова За последнюю неделю В городе семь случаев квартирных краж совершенных кем-то из родственников ограбленных Связи между ними никакой На первый взгляд А на второй? А на второй? Один из грабителей так называемых Обмолвался в суе... Пардон Что? За несколько дней до ограбления он получил извещение о неком... Поигрыши в лотерею Которая проводила некая АУЗТ Новый бизнес Лотерея называлась Бизнесмены учителя Ну? И что? Ничего Он просто пошел в это АУЗТ и получил свои 300 баксов Ну, получил и получил А что тут особенного? А особенно тут, детка, то, что... Брагин Я тебе последний раз говорю Прекрати называть меня деткой А особенно детка, которая очень злится, когда ее называют деткой То, что есть неувязочка Да будет вам известно, что существует специальный комитет Занимающийся лотереями и денежными призами Организация Проводящая конкурс, лотерею и прочую всякую лабуду, связанную с денежными призами Обязана получить специальное разрешение у этих специальных комитетов Короче, ты выяснил, что никакого разрешения это АУЗТ, Новый бизнес, не получал О, молодец, понял Ход моих мыслей ясен? Предельно Вперед Когда будете возвращаться из этого АУЗТ, потрудитесь позвонить мне на трубу Мне никто не звонил? Нет Ну, Даша Точно? А че это ты здесь делаешь? Ты же в отпуске Да какой нафиг отпуск? Вон, работа, якорь точить надо Похвально? Конечно Это нам Алло Дисю? Какого Дисю? Это меня, меня, меня Вы слышали? Дисю Значит так Привет План такой, Ларех Ты едешь в Новый бизнес Про комиссию по лотереи ничего не говоришь, а то заподозрится в чем-то Скажешь, что ты открываешь счет на большую сумму Заодно и заинтересуем Иваныч, вы с Андрюхой по жертвам и свидетелям Что, где, когда, куда, почем Ясно? Ясно Вперед Пока Все, я побежала Э, ты куда, Игаза, работать? Да какая нафиг работа, когда такой отпуск? Вам кого? А, я в АУЗТ, Новый бизнес Здравствуйте Здравствуйте, прямо и налево Спасибо Я хотела бы открыть у вас счет На какую сумму хотели бы открыть счет? На более чем серьезное Понимаю Что за извещение? В лотерею выиграла 300 долларов, представляете? Я, разумеется, не верю, что моя сестра меня ограбила Но в глазок я видела именно ее А, это был точно ваш муж? Да, это точно был мой муж Я в глазок посмотрела, стоит с букетом цветов Как же, открыла бы я посторонним А потом лицо чем-то пшикнули Больше ничего не помню Да, было извещение Деньги получил Очень приятные люди Мне надо тебе кое-что сказать Мне тебе тоже В общем, ты мне очень-очень нравишься Очень-очень, правда Ты мне тоже Вот В общем, я тебя наврала Я не учусь в университете А родители у меня не академики То есть папа, конечно, кандидат Мастера спорта Педагогических наук Слава богу А я работаю в агентстве НЛС Офис-менеджером Тьфу, опять вру Секретарем просто И отвечаю за наточку якоря В смысле? Ну, якорь я точу Но это для того, чтобы Трудно, долго объяснять Да Ты права Дися Я тебя Тоже обманул Ты не Геракл? Геракл Самый натуральный Только папа меня так назвал Не в честь Древней Греции У меня папа У меня папа Трехкратный чемпион мира По тяжелой атлетике Он думал, я к Гераклам вырасту Не получилось Но я тоже спортсмен Ну, ничего, бывает Не расстраивайся И еще, Дися Я не очень беден Ну, то есть Совсем не беден А я не говорила Что ты беден Вон в какой Кайфовый ресторан Выбрались Правда кайфовый? Классный ресторан У меня таких еще Два Кайфовый ресторан Замуж? Я так и знал Залетела Да пошел ты Ой, ребята По любви Как в сказке Поздравляю А кто он? Он-то? Геракл Ну-ка, сомневался Ну-ка, иди-ка сюда Это что? Вот почему ты Дися Даша, я Еще одно слово Ты покойник Иваныч Можно тебя на минутку? Разумеется Дарья Там Ты вахту До срока Не должен бросать Сказал Кочегар Кочегару Ну вот и все Что все? Кажется Не будет у нас Наточенного якоря Зато Зато Кажется У нас будет Пенсионер За бортом Кто тебе, Дарьишка, сказал Такую глупость? Жених мой Много твой жених Понимает Ненаточенный якорь Грунт не возьмет Да ты что? Тогда тебе бояться Нечего В смысле? Ты же ненаточенный Значит, у тебя Грунт не возьмет В полете будут предложены Прохладительные напитки Ты что? Помоги Ой Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Иваныч, что там? Сердце? Держись Дашь Кобяков За нитроглицерином Ушла? Ага Беги Где он? Охут Иваж Подожди Иваж Я тебе прошу Скажай 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 Маска 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 А я тебя знаю Под мою ответственность Ммм, классно придумано Не знаю, кто и собрал этот прибор Но явно не охранник А сборщик этот В школе физик учил На одни пятерки Да И компьютерщик Хороший Мысль-то супер Да Присылать извещение Деньги платить Каждый, кто приходит Смотрит в глазок Его записывают Совместить В компьютере два изображения Тоже не проблема Осталось только прислонить Приборчик к глазку И все Брагин Здравствуйте, Виктор Вы меня устали Надо с клиента денег получить Разумеется С Васютины Поздравляю Неплохая работа Глупо, но оперативно Помнишь дядьку Которому в глазок Родную дочь подсунули Ну помнишь? Да Так вот он грозился Если мы его богатство отыщем Вознаградить Нехай вознаграждает Нехай Вот вы, Виктор, меня не послушали Теперь вы мой должник Это почему же? Это, разумеется, потому Что вы живы Кстати, ребятки ваши Очень даже ничего Особенно Михаил Разумеется, теперь Они тоже мои должники Пусть будут поостановым Субтитры делал DimaTorzok Ай, не надо! Ай, хватит! Не надо! Будешь мыть посуду? Буду! Буду, буду! Каждый день будешь? Три раза в день буду! Хватит! Не надо! А бабу пасить будешь? Буду! То есть не буду, клянусь! Хватит тебе надо! Ещё! 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 Вот так! Ещё! Ещё! Вот так! Ещё! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok